Татуировки на зубах. Первый в мире мастер, который начал рисовать на зубных протезах, это львовский зубной техник Олег Денисовец. Стоматологи говорят, такие рисунки для здоровья не опасны и при желании их можно безболезненно убрать. Как это выглядит, узнавали корреспонденты UATV. Видите, какую я использую кисточку? Фактически кончик иголки. Работа сложная в том, что тут ничего нельзя исправить. Это своего рода тест на мастерство, на выдержку. Вместо полотна зубной протез. Палитра красок тоже особенная. Это краски, которые используются в зуботехническом деле. Они для подрисовывания разного тона зуба, потому что зуб только на первый взгляд одинаково белый. На самом деле он имеет очень много оттенков. Может насчитывать до 15-20 тонов на одном зубе. Олег заканчивает свою новую работу. На коренном зубе рисует золотую рыбку. Протез помещают в специальную печь. Полчаса запекания при температуре 890 градусов. Печь открылась. Работа уже готова. Нужно аккуратно из печи доставать. Температура очень высокая. Теперь нужно, чтобы работа постояла и остыла. Татуированную коронку Олег передает стоматологу. Сергей рассматривает свой новый зуб. Мужчина – заядлый рыбак. Своим символом выбрал карпа. Он не является таким для всех. Он такой, более интимный. Потому что это делается на коренных зубах. Его никто не видит. У меня нет никакой татуировки на теле. Не решаюсь на такой эксперимент. А здесь все проще. Рисунок не стирается. Это не вредно для организма так, как татуировка на теле. В любой момент по желанию клиента можно сошлифовать рисунок. Отполировать поверхность коронок без каких-либо побочных эффектов. Знаки зодиака и иероглифы, портреты домашних животных – такие рисунки на зубах чаще всего заказывают клиенты. Олег говорит, решаются. Но такой эксперимент немногие. Когда нет проектов, зубной техник оттачивает свое мастерство. Рисует для души. Пробует новые нестандартные полотна. Дерево, керамические плитки, бутылки из-под шампанского, гутное стекло. У каждой работы свой сюжет. Эта картина называется «Государство». Это о нашем украинском государстве. Это трезубец, символ государства. Церковь, птица, это язык, вышитое полотенце. Я хотел изобразить все главные символы. Свои эксперименты Олег не прекращает и уже готовится к собственной выставке. Говорит, она будет необычной, но секрет не раскрывает. Редактор субтитров А.Семкин